Нет возможности спокойно разговаривать. На автомобилях написаны на бумаге от руки слова «дети», словно пропуск в мирную жизнь. 20 дней сидели в подвале, без воды, без света, без ничего. Каких 20? 23? 23, да. Это уже 23-й? А ничем, печеньком. На блокпосту ДНР люди со слезами на глазах просят еды для детей. Бойцы собрали немного денег и купили шоколадки и воду. И по очереди обходят машины, раздавая солдатскую гуманитарку. Детки есть? О гуманитарных коридорах, открытых для эвакуации беженцев из Мариуполя, националисты жителям не сообщали. Очевидцы рассказывают, как боевики из батальона «Азов» расстреливали людей, которые на свой страх и риск пытались выехать из города. Выехали откуда? Из Мариуполя. Как вы смогли выехать? На Ларуси, на российский взрыв. В большей смысле? Да, слабо ловно скидки. А украинская армия не помогала вам? Украинская армия не стреляла. В подвале сидела 300 человек. Это в одном каком доме. Почему вы раньше не вызвали? Она всегда не выпускала. Украинские военные как-то помогали вам? Давали зеленый коридор? Вообще, вообще никто ничего не давал. Никаких коридоров. В подвалах сидел. Азов, б***ь. Выезжали люди. Азов, б***ь. Расстреливал, б***ь. Что Азов делал? Расстреливал колоды, б***ь, мирных, б***ь, пытались выезжать на Володарск, расстреливали автобусы. Эта семья сумела бежать в ДНР только с третьей попытки. Вначале, как только выходили из подвала, либо начиналась стрельба, либо они попадались на глаза боевикам из Азова. Как только наступило затишье, похватали вещи и прыгнули в машину. Бахает, намолимся и в подвал прячемся. И окна к нам прилетала. Что какие продукты остались, соседям отдали. Там уже домов, людей в домов нет. Беженцы рассказывают, что уже три недели живут впроглость. Никакой помощи от украинских властей в осажденном городе они не получали. Нас кинули на произвол судьбы, прямо в смысле слова. Просто кинули людей с детьми, стариков, всех кинули. Где кто-то организовал коридор, чтобы хотя бы детей вывезти, я не говорю за мужиков. Никто ничего не организовал. Так можно, это фашизм, я считаю. По словам беженцев, еще очень много людей в Мариуполе не знают, что можно безопасно покинуть город через северные окраины. Люди сидят в подвалах, боясь выходить на улицу. Эти мужчины пешком дошли до ближайшего села на территории ДНР, взяли воду и сейчас везут ее родным и близким. Уже прошагали 4 километра. Впереди столько же. По больнице в станции Переливания, там мы в подвале 80 человек воды несем на всех. 80 человек в подвале? Да, но это в станции Переливания. Там бомбоубежище. А почему люди оттуда не выезжают? Пока боятся люди ехать. У кого есть ехать на чем, а у кого у меня машины вообще танком переехали. В городе гуманитарная катастрофа. Нет ни продуктов, ни света, ни отопления. Безжизненные улицы, обгоревшие дома, так сейчас выглядит Мариуполь. На проезжей части сгоревшая техника. Редкие прохожие. Люди стараются не выходить из домов. Судя по звукам взрыва, сейчас бой идет на западной окраине города. Националисты оборудовали огневые точки на верхних этажах жилых домов. Шаг за шагом в СК ДНР при поддержке спецназа из Чеченской республики освобождают городские кварталы. Главное, чтобы под огонь не попали мирные люди. Стреляют из жилых домов, естественно, прикрываются мирными жителями. То есть, ну, сами понимаете, то есть это уже не секрет, что для нас это тяжело, иначе уже давно бы забрали бы этот город, еще в первых числах марта. Ну, поэтому в связи с этим немножко задержались. Кому нужны вещи, подходите, детские вещи и взрослые вещи, кому нужны, подходите, выбирайте. Всех, кто сумел выбраться из Мариуполя, встречают волонтеров в соседнем селе Никольское. Беженцев размещают в школе. Те, кто уезжают, кто куда, в какое направление автобусы уезжают, остальных мы здесь, ну, пока держим в школе тепло, кормим, пищеблок работает. Многие беженцы до сих пор не могут отойти от шока. У меня дочь в Запорожье с семьей, а вторая дочь была в Мариуполе, но я не знаю, живы они или нет. Я решила остаться здесь, и вот здесь я уже третий день, я очень благодарна низкокладивающим всем людям, которые нас приняли. Каждый день здесь встречают несколько сотен человек, стараются успокоить и обогреть. Старики, женщины, дети. О том, как они жили в осажденном городе под властью националистов, вспоминают, как о кошмарном сне. Это зверьё, они тут у нас обосновались, вот и до заняли. Они у нас хозяева жизни были. А мы им и нахрен не надо. Возили воду, там страшные были очереди. Мы стояли целый день за водой. Там техническую давали, там питьевую давали. И потом с протянутой рукой полбатона дали, что можно ему бить. И, короче говоря, сыра кусочка засохшего. Сравнивая свою жизнь в осаждённом Мариуполе и здесь, на территории ДНР, говорят, это словно земля и небо. Только душа болит за оставшихся в городе родных и близких. Олег Шишкин, Владимир Гриневич, Вячеслав Манихин, Юлия Ходорова, Илья Журавлёв. Первый канал Мариуполь.